Внезапную проверку качества горячего питания в школах окружной столицы провела комиссия во главе с мэром города Леонидом Николаевым. Вместе с представителями родительского комитета оценили не только вкус блюд, но и то, в каких условиях их готовят и подают детям. В одних печах поспевает творожный пудинг с яблоками, другие уже остывают, а испеченные там булочки манят своим ароматом школьников на завтрак. Теперь выпечка в меню столовой основной общеобразовательной школы города всегда свежая. К началу учебного года здесь появился собственный пекарский цех. Да и само меню с 1 января новое, составленное на основе разработок Новосибирского института питания и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. А вот насколько оно сбалансировано и, главное, вкусно и безопасно, решила проверить делегация во главе с мэром города. Финансовых средств, выделяемых на сегодняшний день, хватает для обеспечения вот этого сбалансированного меню? Ну, на сегодняшний день, да, с учетом всех отмен, замен дистанционок, то есть рекомендаций. Пойдемте посмотрим меню. Обсудили разнообразие, объем блюд, уточнили, из каких продуктов готовят. По возможности, предпочтение отдается продукции местного производителя. Вот, например, пудинг приготовлен из творога Анадырского пищекомбината. Чукотский лосось, мы берем у них фарш и рыбу для меню. Так что, все, что наши производят на Чукотке, мы стараемся использовать. Убрали всю консервацию, мы перешли полностью на свежие овощи. И у нас, получается, сейчас овощи идут 6 раз за 10 дней. Это помидоры, огурцы и перец болгарский. Присутствуют в меню и не менее важные для растущего детского организма фрукты, но не ежедневно. Иногда, как в день проверки, их заменяют соками. Отметим, что внезапная проверка нисколько не нарушила рабочий процесс пищеблока. Подобный контроль регулярно ведется комиссией по питанию школьного родительского комитета. В среднем, три раза в месяц они проводят оценку по нескольким критериям. И гигиену, и санитарное состояние, и по весу проверяем, соответствует ли меню. Бывает даже больше. Такой объем, что даже взрослый не всегда съест комплексный обед или завтрак. Завтрак того же утра комиссия оценила и в другой школе Анадре, расположенной по улице Мира. Молочная рисово-пшеная каша, а к чаю с лимоном пастила без содержания сахара. Проверили соответствие нормам разработанного в прошлом году расширенного 20-дневного меню столовой. По санпину требование минимум двухнедельное должно быть, но мы решили не останавливаться на достигнутом. Сделать четырехнедельное, грубо говоря, что в течение месяца у нас практически не повторяются блюда. Сделано это с целью улучшить питание, улучшить посещаемость детей, потому что не все дети едят какие-то определенные продукты. Захотелось расширить этот ассортимент. Стараемся для детей. Мы работаем на детей и для детей. Здесь также приготовки стараются по возможности использовать продукты местного производителя. Помимо этого, каждый день в буфете школьникам предлагается несколько видов свежей выпечки собственного приготовления за вполне доступную цену. Порадовало, что на вкус, прям вкусно. Считаю, что у нас в этом плане пища для наших детей вполне достойная. Наверное, порадовало, что, опять же, мы без предупреждения, но видно, что между приемами питания проведена влажная уборка. Считаю, что то решение, которое мы приняли несколько лет назад, то есть с сентября 2019 года, отказались от аутсортинга, затратили дополнительные средства из муниципального бюджета на дооснащение столовых и так далее, это приносит свои плоды. Отметим, что школьные завтраки для всех учащихся бесплатны. Дети льготных категорий обеспечены и бесплатными обедами. В каждой анадресской школе таких около 30%. Остальные всегда по желанию могут купить комплексный обед или отдельные блюда из меню, качество которых по итогам прошедшей проверки не подвело. Вкусно и полезно. Анастасия Сертун, Арсений Гусев, Вести, Чукотка.